Всем привет и хорошее настроение! Здравствуйте, дорогие ненамышленники! Привет всем зрителям моего канала! Сегодняшний короткий репортаж я веду из самого центра нашего города Санкт-Петербурга, из замечательного магазина Универмаг Гостиный двор, угол Невского проспекта и Перинной линии. Хочу представить вашему вниманию замечательный комиссионный отдел фотомагазина, где собраны изумительные фотоаппараты и по довольно неплохим, интересным ценам. Сейчас я постараюсь быстренько пробежаться по витринам этого отдела. Извините за съемку с рук, штатист с собой, разумеется, не захватил. Но полагаю всем, кто в теме, кто интересуется историей нашей отечественной и не только ретро-фототехники, это будет весьма интересно. Итак, приглашаю всех в гостиный двор. По-моему, это перинная линия. Я думаю, этот отдел вы найдете легко. Здесь есть на что посмотреть, есть что приобрести. Начать хочу, конечно, с такого, наверное, самого интересного, на мой взгляд, аппарата в этой коллекции. Это, конечно, вы все узнали. Первая отечественная, а может, не отечественная, а зеркальная фотокамера Sport. Вот в таком отличном сохране, в таком состоянии. Здесь она выставлена у нас на витрине. То есть это первая зеркальная камера. Пленка туда составлялась довольно длинная. Что-то я не помню, гораздо больше 36 кадров. Но это действительно камера с зеркалом. Здесь его можно приобрести. Правда, ценника не вижу. Но поинтересуемся потом по продавцам. Целый ряд двух объективных зеркалок здесь выставлен. Допустим, вот это вот экспортный вариант любителя Global 676. И дальше пошли уже любители. Любитель 2, Любитель 166, Любитель 166 универсал. Вот, и вот тут даже вот такой, я не могу прочесть наименование этого аппарата. Вот мой зритель Александр, может быть, подскажет. 7500 всего, это вот уже импортный аппарат. Ну, вы знаете, все они оснащены затворами центральными. И, соответственно, с двумя объективами. Верхний объектив чисто для визирования. Ниже мы можем увидеть большой ряд таких интерьерных зеркалочек, ой, пардон, фотоаппаратов пленочных и пластиночных. Так называемых гармошек с откидной объективной доской. Вот, всевозможные. Вот, здесь вот мы видим контексы, экзакта, объективов большое количество. Кенон такой интересный. Вот, Ламо 3500. Помните, наверное, ломография была, такое течение. Здесь вот он даже, по-моему, в родной коробочке. Ламо. Минолта, Яшика, пожалуйста, практика. Ревифлекс. Ну, Никоны, конечно же. Вот, объективы, вероятно, к ним предлагаются отдельно. Но вот здесь вот у нас имеется целый ряд объективов. Ценничек, в принципе, на них проставлен. Вплоть до вот, даже вот, до таких зеркальных объективов телескопических. Вот, МТОшки. Здесь тоже у нас имеют место быть. Ну, здесь у нас смена, конечно. Вот, экспортный вариант смены. Космик. Такого у меня в коллекции нету. Вот. А вот, смотрите, какой бокс. Карболитовый. Очень редкий на сегодня аппарат. Их, кстати, всего 2,200. Вот. Вот тут смены 8, 6, опять восьмерочка. Вот очень редкая смена, смена 5. Ее крышка объектива может применяться как бленда. Это самая редкая модель смен, смена 5. 7,500, пожалуйста. Смена 19, смена Rapid, тоже несчастный фотоаппарат. Смена SL. Вот. Нарцисс. А, мечта. Узкопленочный фотоаппарат, зеркальный. Нарцисс. 20,000. Но он реально так и стоит. Продается, по-моему, даже... А нет, катушка к нему отдельно предлагается. Вот комсомольцы. То, с чего начинались любители. Любитель 166-й и комсомолец. Это вот первая модель. С них любители, соответственно, и пошли. Зенит TTL. Опять смена 5. С такой интересной крышечкой. Очень редкий фотоаппарат. Вот это вообще 5,500. Подумываю даже о его приобретении. Извините, отсвечивает. Прошу прощения, смена символ. Далее мы сможем с вами видеть фотоаппарат Искра. Или Искра. Тоже интереснейший широкопленочный. С откидывающейся объективной крышечкой. Гармошка. Ну, это наши любимые Москвы, наверное, да? Вот. 17,500. Так, да. Москва в разных вариантах представлена. Пока вижу только пленочные. Значит, интересная Москва первая, которая была фотопластиночная. О, фотоаппарат момент в шикарном состоянии, сохране. Это наш ответ полироиду. То есть, этот фотоаппарат единственный отечественный, выпущенный в 50-е годы, который выдавал сразу готовые фотоснимки. Щелкаем объективом и сзади вытаскиваем фотографию, которая проявляется уже на свету. Жаль, отсвечивает замечательный фотоаппарат. Момент и очень редкий. Выпущены было не более 10 тысяч экземпляров. Вот. Ну, и, конечно же, фотоаппарат Фотокорс с объективом-затвором ГУМЗ. Государственный оптико-механический завод. А вот, смотрите, какая интересная смена. Смена стерео. То есть, как бы объединены в два... Значит, два аппарата объединены в один агрегат. Резкость наводится одновременно на двух, и получается стереопара. То есть, с этих снимков потом можно было рассматривать стереоизображение. Зенит. Вот редкий Зенит, кстати, в Э2. Вот не помню, по-моему, с центральным даже затвором. Зенит полуавтомат 16-й. Тоже редкий. Достаточно. Кстати, недорого. 8500. Вот. Зенит 10-й. Аврора. Это у нас, видимо, какая-то разновидность сокола. Фотоаппарата автоматик. Зенит 4. Вот этот вот тоже такой, несчастный, с центральным затвором. Зенит TTL. Вот. Ну, тут большое количество аппаратов, потомков знаменитой лейки. То есть, ФЭТ 2, ФЭТ просто. Вот. Зоркий. Так, а есть ли ФЭТ НКВД? Должен быть. Пока не вижу, но я полагаю, что в этих, так сказать, в этих запасниках он наверняка имеется. Вот Зениты. Первый Зенит, еще даже без буковки S. Первая наша зеркалка однообъективная. Зенит просто. Потом вышла модель Зенит S уже. Зенит 3 с интересным объективом. Что это у него? Гелиос? Да, Гелиос 44. Белый в первом варианте. Вот какой замечательный ФЭТ 10. Тоже мечта. Давно хочу заименеть в своей коллекции. Зенит Е. Юбилейный к 25 съезду КПСС. А вот как раз Зенит S. Тот, который пошел просто после Зенита. Отличается от него только наличие синфраконтакта. Тут для антуража микроскопы и прочее. Вот. Хотя литература здесь тоже достаточное количество имеется. Можно посмотреть и приобрести. Вот. Обширная витрина с объективами. Даже две. А вот здесь можно приобрести также и пленки, фотореактивы. Насколько я знаю, и фотобумага бывает. Химия различная. И фотопленки цветные. Фомапан. Черно-белые. И так далее. Долго я снимать, к сожалению, не могу. Поэтому быстренько так пробегусь по витринам этого замечательного отдела. Вот. Тут еще масса фотоаппаратов выставлено. Вот у нас там в глубине, к сожалению, все их нять не получится. Включая павильонные деревянные камеры, штативы. В общем, вот как-то вот так. Ну, я рад, что отдел этот. Он уже более пяти лет, по-моему, работает. Да-да-да. Большой привет. Более пяти лет уже, да, по-моему, этот отдел работает? Не меньше? Никак. Около одиннадцати лет. Около одиннадцати лет. А в течение примерно два. Как правильно называется номер секции? В общем, это магазин фотолюбитель и ориентироваться лучше по отделу с тканями и штурами. Потому что секция вот эта вся огромная. Ага. А линия вот эта перимная? Перимная, как я правильно сказал. Все, спасибо большое за информацию, за разрешение на съемку. Вот. Обращайтесь, пожалуйста, в данный отдел. Один из моих любимых отделов в гостинке. Единственное, где еще что-то можно посмотреть и приобрести. О, и кинокамеры, вижу, здесь выставлены. В общем, запоминайте и приходите в Петербургский гости нашего города. Центральный комиссионный магазин. Все, всегда с вами Сергей. Ну, вот так вот еще хотел доснять. Это вид на Невский проспект. Теперь иную линию отсюда заходим. И вот, собственно говоря, витрина со стороны уже галереи гостиного двора. Зверски отсвечивает, конечно. Но все равно кое-что можно разглядеть. Такой цельный ряд замечательной фототехники. Вон, какая вспышка интересная. Кстати, редкие фэды. Это, наверное, не видно коричневатого, такого красно-коричневого цвета. Это аппарат старт. Но этот есть у меня в коллекции. Фэды. Целый ряд фотокоров. И кинокамеры. Кинокамеры. Отсвечивает ВОО целый ряд кинокамер, кинопроекторов. Шикарный отдел. Шикарный. Шикарный. Штативы. Аппараты. Объективы. Это что за зверь? Аква. Шикарный. Ну, наверное, все. На этом откланяюсь. Всем привет. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...